Туристический сезон 2022 года стартовал в Дагестане. Этому событию посвятили отдельный трехдневный фестиваль. О том, где проходило масштабное мероприятие, смотрите в начале выпуска. Газель для многодетной матери. Столичная мэрия исполнила заветную мечту жительницы Махачкалы. Дагестан без мусора. Минприроды делает смелые заявления на встрече с журналистами. Про новую схему по работе с отходами расскажем в программе. Голос мира и любви. Литературный вечер, посвященный народной поэтессе Фазу Алиевой, прошел в Русском грамматическом театре. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях внуши недели расскажем прямо сейчас. Национальные песни, розыгрыши и фейерверки. На неделе завершился трехдневный фестиваль «Главфест», посвященный открытию туристического сезона 2022 года. Последний день мероприятия приурочили к Международному дню защиты детей. Праздник посетил и глава республики Сергей Меликов. Подробности у Патимат Ханаповой. Заключительный день фестиваля совпал с Днем защиты детей. Им и было уделено особое внимание. Веселые аниматоры, персонажи из любимых мультиков развлекали ребятишек на протяжении всего дня. Скажите, что вам больше всего понравилось? Нам больше всего понравилось так, как развлекают детей. Сегодня здесь все бесплатно. Здесь питание. Дети могут посетить любой уголочек этого прекрасного места. Все, буквально все очень хорошо, очень красиво все проходит. Это очень благородная и красивая миссия сегодня здесь проходит. Это наши дети подопечные, круглые сироты и сирийские дети сегодня. У нас 15 человек. Все очень замечательно. Нам, детям, понравилось. Да, очень. Вот спросите. Давай, давай. Как вам праздник? Хорошо. Развлекали не только детей, но и взрослых. На новой сцене туристического комплекса главрыба выступали звезды дагестанской эстрады. Звучали песни на самых разных языках. Вечер был посвящен национальной музыке. Концерт для присутствующих стал настоящим праздником. У сцены быстро собралось много зрителей. Они пели и танцевали вместе с артистами. Прекрасная концертная программа. Мы врачи приехали отдыхать и очень довольны. У нас в Дагестане тоже налаживаются туристические объекты. И наш главсулак – это просто бомба. Итоговый день фестиваля посетили и представители власти. Глава Дагестана Сергей Меликова смотрел туркомплекс, поздравил детей с праздником и благодарил руководство главрыбы за организацию фестиваля. Хочу, чтобы сегодняшний день запомнился для вас. А сделать его для вас запоминающимся помог наш депутат Государственной Думы, наш генерал Аблухаим Квудинович. Человек, который сегодня является хозяином этого мероприятия. Вместе со всеми сотрудниками этого замечательного комплекса, который создан как раз для детей и для их родителей – это Аблухаим Квудинович Гаджиев. Спасибо ему большое. Завершился вечер розыгрышами призов и красочным фейерверком. Фестиваль «Главфест», приуроченный к открытию туристического сезона, получился запоминающимся. Его посетили более тысячи людей, среди которых были как дагестанцы, так и приезжие туристы. Сегодня Казбековский район и в лице главы Рыбии, в целом акватории всего Сувакского каньона, он становится одной из привлекательных точек притяжения не только республики Дагестан, но и по всей стране. У нас потенциал имеется. Патиман Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район. Международный день защиты детей. Многодетная семья из Махачкалы получила заветный подарок. Микроавтобус «Газель» Семя Шахбулатовых получила от Салмана Дадаева. Всем здоровья! Я понимаю, что для вас было самое важное. Вы нашли и искали возможность такой защиты детей. Стольких детей под свою защиту Апеку Сила. Это маленькая благодарность тебе. Это нам очень важно было. Спасибо вам большое. Дай вам здоровья. Дай вам здоровья. Мои дети очень счастливы сегодня. Радостные. В марте этого года на встрече с мэром Мадинат Шахбулатова обратилась к нему с просьбой оказать содействие приобретения автомобиля. У Мадинат 8 приемных детей, которые радостно встречали долгожданный подарок на улице. И даже покатались с градоначальником на новой машине. Дом многодетной семьи расположен в поселке Семиндер. Мадинат создала в нем для детей все необходимые условия для развития и обучения. А теперь, благодаря мэру Махачкалы, у них появился и вечный транспорт. К 2025 году в Дагестане не останется мусора. Перерабатываться будет все. Такое смелое заявление сделал министр природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагим Ибрагимов на встрече с республиканскими журналистами. Пресс-конференцию региональное ведомство приурочило к открытию туристического сезона и ко дню охраны окружающей среды. К концу текущего года будет подготовлена вся проектная документация. Проект подразумевает финансирование в размере около 12 миллиардов рублей. Уже к началу 2025 года в 36 горных районах, а также в нескольких городах Дагестана заработают ультрасовременные мусороперерабатывающие заводы и полигоны для отходов. Каждая из этих зон будет запланировано построить по одному крупному мусоросортировочному комплексу и по одному полигону по захоронению тех отходов, которые останутся после того, как будет переработан и рассортирован весь мусор. То есть у нас вот эти три мусорных полигона, они будут не то, что мы себе представляем, что такое мусорная свалка. Там не будет ни бумаги, ни леса строительного, там не будет пластика, там не будет кирпича отходов и так далее. Там будет чисто так называемые у специалистов, которые занимаются мусоропереработкой, хвосты и биологические отходы, которые у нас от всех наших кухонь и столовых, которые уходят. У нас один завод будет в Хасавюрте и там же будет полигон. Другой завод будет в Кунтер-Калинском районе, а полигон будет в центральной зоне района Акарт-Москалы, и дальше, где Новая Урода, в этом месте. И в третий, в Южном регионе, такой же полигон и мусоросортировочный комплекс будет на границе Дербенского и Тавасаранского районов. В 36 районах предусмотрено, особенно это горные районы, предусмотрено строительство 38 станций по перегрузке мусора. Всероссийская выставка овцеводческих хозяйств прошла на неделе в Волгограде. Дагестанские животноводы признаны лучшими в конкурсе. Подробности в сюжете Карима Даниева. Дагестан – это ключевой регион страны в развитии овцеводства. Наша республика занимает первое место по овцепоголовью, количеству племенных хозяйств и наращивает темпы для развития отрасли. Об этом говорят и результаты прошедшей в Волгограде Всероссийской выставки мелкого рогатого скота. Поголовье у нас в этом году очень хорошее. Получили одно первое место, одно второе место. Для этого мы проводим работу для улучшения качества шерсти, мяса. Ставропольским мироносом скрестили свою поголовью уже второй-третий год. В этом году уже видно реально хорошее качество шерсти, мяса. Оценили наши поголовья по максимуму. В прошлом году за инновационный проект, за реализацию нашего предприятия было удостоено гран-при выставки на 21 российской выставке в городе Минводы. В общем, впечатление о выставке хорошее. Мы на этой выставке получили две золотые медали, одну серебряную медаль и одну бронзовую медаль. Считаем, что за всем этим стоит хорошая, плодотворная, ответственная работа, прежде всего, специалистов наших, зоотехников, селекционеров, шабанов. Ну и, конечно же, научное сопровождение нашего аграрного научного центра. Это уже 22-я Всероссийская выставка племенных овец и козы. Дагестан представил 15 животноводческих хозяйств. Из Хунзахского, Гунипского, Рутульского, Ахтынского и других районов. По итогам выставки дагестанские животноводы завоевали 26 наград. 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. По количеству медалей они обошли всех остальных участников. Все мы знаем, что Дагестан занимает по численности овец первое место. По производству баранины первое место. По производству шерсти первое место. 69 серебряных медалей разыгрывались и 100 бронзовых. От нас, от Дагестана, участвовало 15 хозяйств разных пород овец. Это дагестанская горная, это тушинская, лесгинская, андийская. Как всегда, как и ранее было, мы завоевали больше всех медалей. Мы получили, я должен сказать, 11 золотых медалей. Это как лучшие животные, лучшие овцы в номинации танкоронного, полотанкоронного, лесгинских, гурбочерстных овец. Средних мы получили 9 медалей. Бронзовых 6 медалей. Это самое большое количество медалей, которые завоевали наши овцеводы на 22-й выставке племенных овец. Мы участвуем 21 раз. На первой выставке мы не участвовали, мы сами поехали без овец. В остальных выставках, в 21 выставке мы участвовали и всегда были почти первыми. В прошлом году мы завоевали главный приз. Это выиграли автомашину Нива. В этом году мы получили Грам-при. Подводя итоги выставки, руководитель Министерства сельхозпрода Республики отметил вклад, который вносят дагестанские животноводы в развитие овцеводства, а также поблагодарил их за проводимую работу. Сегодня в медальном зачете лидирующее место занимаем. Наши хозяйства привезли очень хорошее поголовье, где высокую оценку довелись. Сегодня оценку дали экспертное сообщество. Сегодня Министерство сельхоза России руководство было. Вот вы знаете, что наша республика – это один из самых ключевых регионов по овцеводству. Сегодня мы занимаем первое место по овцепоголовью по количеству племенных хозяйств. И я думаю, что мы в этом направлении будем наращивать наши усилия по развитию нашего овцеводства. Завершение выставки дагестанская делегация представила на мероприятии и культурную программу. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Волгоград. На неделе в Махачкалинском аэропорту прошли пожарно-тактические учения МЧС. Спасатели отработали действия при чрезвычайной ситуации, в частности, эвакуации людей из горящего самолета. За ходом учения следила Патимат Ханапова и ей слово. За моей спиной самолет «Боинг-737», который потерпел несколько минут назад катастрофу. Во время жесткой аварийной посадки у воздушного суда повредились топливные баки и произошло возгорание. В эти секунды проходят тушение пожара и эвакуация людей. На борту самолета 240 пассажиров и 7 человек экипажа. И, к счастью, это только легенда учений на территории воздушной гавани «Ультаж». По тревоге оповещены все экстренные службы, личный состав МЧС Дагестана и медицины катастроф. Тушат условное возгорание и охлаждают фузеляж при помощи специальных стволов и пенной атаки. Часть пожарных работают в аппаратах газодымозащиты. Им предстоит помочь пострадавшим как можно скорее покинуть опасную зону. До спасения людей в такой ситуации отводится около пяти минут. Пожарные уложились в срок. Часть пассажиров эвакуировали через основной выход, а тех, кто не способен самостоятельно передвигаться через аварийный. Полная ликвидация пожара у нас прошла за 15 минут. С учетом данной ситуации, прибытия личного состава и организации межведомственного взаимодействия, то это достаточно хороший показатель. Всего на учениях задействовано 92 человека личного состава и 20 единиц техники. После эвакуации экипаж, находившийся на борту, передает уже медицинским бригадам. Основная задача учений – отработать взаимодействие всех служб. Они очень нужны, эти учения, потому что отрабатываются, слаженность, наконец понимают люди, что нужно делать, как нужно, какие-то недочеты. Все это потом разбирается и устраняется. Все подразделения с поставленными задачами справились. Подобные тренировки будут проходить периодически. На работе аэропорта это не сказывается. Учения проходят во время технического перерыва. Принято решение провести учения в связи с тем, что на сегодняшний день одно из важнейших составляющих – это безопасность пассажиров, безопасность наших гостей. Для нас было важно показать, что аэропорт Махачкала и главное управление МЧС совместно мы готовы и к приему, и к критическим ситуациям, и аварийным ситуациям. Есть над чем работать, скажем так, есть те моменты, которые необходимо устранять, но в целом учения прошли достаточно успешно, с работой справились, нормативы уложились. Тушение горящего самолета – задача не из легких. Нужно специальное оборудование, но самое главное – профессионализм. В таких ситуациях дорога каждая минута. В этом году у народной поэтесси Дагестана Фазу Алиевой внесший существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы исполнилось бы 90 лет. Литературный вечер «Голос мира и любви», посвященный ее юбилею, организовали Дагестанский гуманитарный институт и все подвеностные в Театр Республики образовательные организации. На мероприятии, проходившем в Русском драматическом театре, собрались сотни гостей и поклонников творчества автора. Подробности в обзорном сюжете Малики Курбановой. Аллах наделяет каждого человека алламатом. Вот и тебя он наградил, и не одним. Каким, бабушка! Огромным сердцем и прекрасными костями. Вот и цени их. Обещай мне перед Аллахом беречь их. Обещаю, бабушка, я буду беречь их. Программа была насыщенной и яркой. Организаторы постарались отразить в сценических миниатюрах, танцах, стихах, жизненный и творческий путь Фазу Алиевой. И для многих гостей этот вечер – новое знакомство со знаменитой поэтессой. Мы отталкивались от рассказов Джамблата Мусаевича. Хотели показать именно с точки зрения духовности ее, несмотря на то, что она была женщиной светской, но всегда крутила четки, молилась. Перед каждым волнительным моментом, экзаменом, моментом жизни она всегда обращалась ко Всевышнему. Она всегда читала дуа, которые ее научила ее бабушка. С творчеством Фазу Гамзатовны и ее активной общественной деятельностью знакомы далеко за пределами республики и страны. Она долгие годы была редактором журнала «Женщина Дагестана», входила в состав Общественной палаты России, возглавляла Дагестанский комитет защиты мира. Отдельного внимания заслуживает тема войны и мира в ее творчестве. Маленькая Фазу в годы Великой Отечественной войны была тружеником тыла и трудилась наравне со взрослыми, а боевые действия в Афганистане стали ее личной болью. Уже будучи прославленной поэтессой Фазу Гамзатовна, ездила туда, чтобы поддержать советских солдат, среди которых служил и ее сын. И когда-то сказанные ею слова «где бы ни стреляли, пуля попадает в сердце матери», актуальны и сегодня. «Просто посмотреть на нее, они могут судить о Дагестане, о дагестанской женщине, ее наряд, ее украшении, ее взгляд. А личность нам награнная, творчество награнное. Каждый, кто прикоснется к ее творчеству, найдет что-то родное для себя». «Я была ребенком, но, тем не менее, это всегда была душа компании, это всегда было вокруг нее море любви, прежде всего признание и со стороны женщин. И это море оптимизма всегда. Но и в том числе присущие женщине-горянке – это стержень. Это очень сильный, мощный духовный стержень, который позволял и позволяет сегодня нашим женщинам противостоять всем трудностям и быть опорой не только в семье, но и в общественной жизни задавать то». В фойе русского театра гости могли ознакомиться с творческим наследием Фазу Гамзатовны. Здесь также была развернута выставка продажа картин учащихся гуманитарно-педагогического колледжа. Вырученные средства, по словам организаторов, в качестве гуманитарной помощи будут направлены в Украину в поддержку ребят, пострадавших в ходе специальной операции. «Вы видите сейчас вот эту гуманитарную акцию, на которую нас вдохновила именно ее жизнь и ее пример, когда она помогала солдатам, воинам, отслужившим в Афганистане и прошедшим такие нелегкие месяцы службы. Поэтому вот сегодня эта акция проводится в помощь тем, кто сегодня с нашей стороны участвует в военной операции на Украине». Ее поэтический голос самобытен. Каждое ее произведение, наставление, ее материнский наказ – жить по совести. «Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держала. Там все свое, там распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Свои капризы у порога бросили». На сцене очередная история из жизни поэтессы. Она связана с Кораном, подаренным ей, муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом Афанди. «Когда она заболела, наш муфтий шейх Ахмад Афанди отправил меня к ней вместе с Кораном. Он сказал, передай ей от меня. И потом вот ее помощница Мариза передала мне, что кто-то попросил ее, пришел в гости, она не смогла отказать, очень попросил именно этот Коран. И она говорит, я так жалею, что отдала его. Я бы хотела, чтобы он остался у меня дома, моим детям. Я не успела, к сожалению, передать ей его при жизни. Поэтому сегодня с удовольствием сделаю это, передав его Джамбулату Мусайовичу. Пожалуйста, если можно, подойдите. Всем салам алейкум. Вы знаете, это бывает волнительно, это бывает, очень счастье испытываешь, когда ты максимально близко тебя приближают к матери, к ее памяти, к ее летописи, к ее жизни. Я очень хотел бы, чтобы вы все сейчас поаплодировали вот этим и детям, которые читали стихи. И всем тем, кто выходил на эту площадку, не профессионалы, не профессиональные артисты, они могут дать иногда намного больше, нежели профессионалы. Особая душа, особая чуткость. И вот насколько они через сердце пропустили жизнь Фазу вам заданной. Огромное вам всем спасибо. Ее называют женщиной гор, сумевшей достойно нести по жизни судьбу горянки. Женщиной, умевшей быть сильной и мужественной, и в то же время оставаться нежной и женственной. У тех, кто был знаком с ней лично, своя Фазу Алиева. Слова благодарности за такое масштабное мероприятие хочу выразить Муфтияту Дагестану во главе с высокопочтимым Ахмед Хаджи. Особую признательность выражаю почитателю таланта Фазу Гамзатову, той, которая является инициатором, организатором этого великолепного мероприятия, многоуважаемой Айни Заинвековне Гамзатова. От Союза женщин Республики Интизар Мамутаева вручила советнику Муфтия Дагестана Айни Гамзатовой памятную медаль и символ Союза женщин России – голубой платок. Отмечали выступающие и тонкое чувство жизни Фазу Гамзатовны, ее неповторимое умение передать восприятие мира в стихах, где каждый находит себя. Она всегда говорила, что верит, любит и хорошо думает обо всех людях, потому что не умеет иначе. Малика Курбанова, Маднур Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. И к новостям спорта. «Динамо» пишет новую историю дагестанского футбола. На неделе махачкалинцы досрочно завоевали путевку в первый дивизион российского чемпионата. Выход ФНЛ столичный клуб оформил в Дерби Санжи. Матч 33-го тура проходил по традиции на стадионе имени Елены Симбаевой и завершился с отсчетом 2-0 в пользу «Динамо». Белоголубые поразили ворота соперников по разу в каждом из таймов. Голы на свой счет записали Никита Глушков и Эрбола Табаев. Одержав победу, команда Горона Олексича продлила свою выигрышную серию до 12 матчей и досрочно за тур до финиша добилась повышения в классе. На матче присутствовал глава Дагестана Сергей Меликов, который наградил победителей кубком и золотыми медалями. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин